Я рад представить вам ведущего сегодняшнего вечера, Анна Мангайт. Давайте я начну только уже раз такое дело. Это Михаил Зыгарь. Итак, это Михаил Зыгарь, писатель, мой бывший начальник, бывший главный редактор телеканала «Дождь». Я до сих пор являюсь креативным продюсером канала. Меня зовут Анна Мангайт. И я сегодня впервые в жизни оказываюсь интервьюером Михаила Зыгаря. А он мой герой, автор, на мой взгляд, главной книги сезона, которую еще, наверное, никто из нас не дочитал до конца, потому что эта книжка на сезон как раз. И только появилась в продаже. И мы предлагаем сегодня такой вариант. Сначала я коротко интервьюирую Мишу, просто для того, чтобы разогреть публику, а потом все вы можете задать ему бесконечное количество вопросов. До утра он ваш? Пока не закрывается магазин, и до закрытия. Так что снимайте верхние вещи, мы здесь будем сидеть долго. Наверное, вы знаете хоть немножко о книге, о том, что эта книга о событиях, предшествовавших 1917 году, но не 1917, а 1917. Книга написана языком, который близок нам всем. Это современный русский язык. Как бы современных, на самом деле, мне так кажется, современных российских людях. Но оказывается, что эти люди жили всего 100 лет назад, и испытывали почти то же самое, что и мы с вами, и находились на границе каких-то эпохальных событий. А те события, которые встретили в жизни, они мы уже знаем, о том, что ждет нас, мы не знаем, но тоже Миша в случае догадывается. Я хотела бы спросить тебя, где в этой книге, которая как бы основывается на документальном материале, где там вымысл, где там, собственно, ты? Как бы основывается на документальном материале? Она, в общем, состоит из него, и там, не знаю, мне хочется, конечно, сказать, что там нет меня. Потому что мне кажется, что, наоборот, мой творческий метод и моя цель – это не мешать общению читателя и героев. Самым началом моей цели и то, к чему я стремился, было именно пообщаться с этими людьми. Потому что я с этого начинаю книгу. И я всегда очень люблю это подчеркивать, что я не историк, а журналист. И писал эту книгу не как историк, а как журналист. Мне хотелось понять этих людей. Мне хотелось в буквальном смысле их проинтервьюировать, с ними поговорить. Не было возможности поговорить с ними ртом. Была возможность поговорить, пообщаться с их текстами. Поэтому я прочитал максимальное количество, в первую очередь, дневников, писем, воспоминаний всех тех людей, причем как бы кругами. Сначала я читал основных действующих каких-то лиц, которые мне казались важными. Потом их друзей и членов семьи, помощников. И так дальше, дальше, дальше. Потом несколько раз жесткий диск на моем компьютере переполнялся. При том, что у меня сейчас несколько сотен еще непрочитанных книг или каких-то оцифрованных архивных материалов, которые я считал, я обязательно должен прочитать. А книжка уже написана, я все еще не прочитал. Но, в общем, огромное количество. Мне кажется, что я, насколько смог, я с ними познакомился. И мне кажется, что там нет меня. Там есть эти люди. Были моменты, были моменты, когда мне казалось, что то, что происходит, настолько удивительно совпадает с тем, что происходит в нашей жизни, что я не могу сдержаться просто от фиксирования этого совпадения. В этом случае я позволял себе делать примечания. Там довольно мало этих примечаний. Ну, где-то по две на главу, а глав всего 14. Их не очень много. Но вот примечания я позволял себе в тех местах, где точное совпадение, где прямо по глазам бьет, до какой степени сейчас происходит то же самое, что тогда. И вот это мои индивидуальные рядовые интервенции в отношении между читателем и героями. А так, мне кажется, меня больше нет. То есть получается, что ты там прямым текстом говоришь о том, что нас ждет революция, да? Вообще нет. Ну как, все ведет к этому? Нет, нет, смотри. События совпадают. Смотри, смотри, смотри. Ощущения абсолютно те же. Ты только что это сказал. Нет, я не сказал, что события совпадают. Ощущения те же. Ты вообще вчитываешь. Вот такая большая книга про людей. Она не про процессы. Она про людей. Это не историческая книга, потому что она... То есть это не Ричард Пайпс. Это не те исторические... Не те работы об истории, к которым мы привыкли. Тут взгляд на происходящее изнутри. Я описываю, я рассказываю историю людей. Что с ними происходит? Как они живут? Все совпадения, они на уровне обычных людей, на уровне их ошибок, на уровне их ощущений. Там нет и не может быть никаких описаний каких-то глобальных преобразований, которые... Вот я не верю в одушевленность неодушевленного. Я не люблю, когда фигурируют классы или процессы. Вот это все совсем из какой-то другой оперы. Здесь есть люди. Если есть какие-то небольшие точечные попадания, я их фиксирую. Но, в общем, понимаешь, для такой большой книги 20 сносочек, касающихся, ну, там, не знаю, того, что вот смотрите, как Петр Строве в этой ситуации похож на Анатолия Чубайса. Это вообще... В целом, если бы я перечислял, до какой степени страна другая, до какой степени все не так, до какой степени мы не имеем никакого отношения к той стране, к той Российской империи, которая была сто лет назад, мне понадобилось бы больше времени, чем мы можем себе позволить. Про то, как все так. Они говорят тем же языком. Нет, я написал книгу про то, что это те же самые люди. Люди такие же. Не изменились люди, все остальное поменялось. Отсекал ли ты каких-то героев, которые в традиционной исторической литературе кажутся важными? Вообще, как ты выбирал персонажей и вот эти вот нити, за которыми ты следишь всю эту книгу? Знаешь, я не отсекал, потому что я, наоборот, их добирал скорее. Потому что мы не знаем очень многих людей, потому что их очень много раз отсекали до меня. Потому что до сих пор все время отсекали и фокусировались, концентрировались на... Ну, вся советская история была очень лениноцентрична. И под Ленина просто вырубались то есть как сквозь старые арбатские переулки Калининский проспект. Вырубили огромное количество важных исторических фигур. Мой любимый пример — это Ираклицеретели. Один из главных действующих лиц уж по крайней мере 17-го года. Споставимый по значению с Керенским. Это фантастически важная, мощная фигура, которого просто вычеркнули из всех учебников, из всех исторических книг, чтобы как-то появился Владимир Ильич. А так мы знаем про Церетели только то из школьных учебников, что... Что про Зураб Константинович. Да, да, да. А про Ираклия мы знаем только то, что Ленин в какой-то момент вскочил с хриком «Есть такая партия!» И в учебниках истории было написано, и это произошло в момент, когда на сцене выступал Ираклий Церетели. Это было единственное упоминание про Церетели. А почему он в этот момент выступал, а Ленин сидел где-то на галерке, не упоминалось. Но и таких важных героев, которых просто не было, необязательно положительных. У меня суперзнаковый герой Ирмана Холиадор. Один из... Я не могу сказать, что это один из моих любимых героев, но именно текстуально читать и смотреть, наблюдать за этим героем очень интересно. Это такой ультрамаркобес. Как кто? Давай не будем сравнивать. Он просто... Он удивительный. Это человек, который... Ну, вот, чтобы вы поняли, с кем бы вы могли его сравнить, я не знаю, но мне кажется, с кем бы, кого бы вы ни придумали, нужно умножить на 10. Он, при том, что он был священнослужителем, он вывешивал на ограде собственного монастыря портрет Толстого, чтобы все прихожане плевали ему в лицо, потому что сатане в лицо нужно плевать, а Толстого он считал сатаной. Ну, и это... В принципе, он был такой священник-шоумен, то есть он монах даже, монах-шоумен. Он из картона во дворе своей церкви выстраивал гидру революции, и в ходе службы церковной он выходил и мечом рубил гидру революции. Современный художник. Да-да-да. Это, когда я говорю шоумен, это правда шоумен. Это натуральный такой религиозный перформанс. Он исполнял каждый день. За ночь гидру собирали заново, и наутро он ее снова поражал. И таких... Причем это важнейшая фигура. То есть его Столыпин считал своим главным противником и главной угрозой России, из всех внутренним врагом, наверное, он Столыпин считал германа Холиадора. То есть там очень много таких самых разных героев, про которых мы не знаем. Ну или, например, мы ничего не знаем про политическую деятельность, политические взгляды и про политическую активность Льва Толстого, который, в общем, последние годы жизни писал о политике, про политику, предлагал способы реформирования российского государства постоянно. Это было одно из важнейших для него дел жизни. То есть он был идеологом русской оппозиции. Вот мы сказали о людях, которые появляются в твоем тексте, которых мы мало знали. А как изменилось твое отношение к тем героям, про которых, казалось бы, существуют некие литературные уже штампы. Есть там Распутин, есть Александра Федоровна. Они такие же, как мы привыкли, и ты их как-то тоже заново для себя открываешь. Про Распутин, да, правда, очень здорово, потому что если ты подходишь с журналистской точки зрения к любому событию, к любому герою, то ты же, я же, мы же знаем, что нужно там несколько источников. Нужно с одной стороны, с одной стороны, с другой стороны, нужно как-то отделить факт от комментариев, где-то разобраться, где черный пиар, а где правда. И там, конечно, бедный Григорий Распутин. То есть вот это фабрика троллей и фейк-ньюс, и черный пиар. При том, что я не могу сказать, что он был положительной фигурой. он просто, да, он, в принципе, был создателем крупнейшей коррупционной системы, в общем, и главным ее бенефициаром. Но большая часть того, что мы про него слышали, и то, как он воспет мировым фольклором, не имеет никакого отношения. в действительности, да, он много пил. Но, в общем, не... Женщину пил? Женщину... Знаешь, он не был любовником ни одной из тех высокопоставленных особ, особ, в чем его подозревали. Есть большое количество очень неинтересного чтива, донесения тех сотрудников охранного отделения, которые за ним следили. То есть протокол слежки. И там подробно, где, когда он с кем встречался, где, какую проститутку снял. И там есть потом протокол допросов этих проституток. Есть исчерпывающая информация о жизни Григория Распутина. Но беда его в общем, если так вот отбросить все слухи и проанализировать факты, что с ним произошло. Главное, там несколько ужасных вещей, которые привели к вот этой огромной пропагандистской кампании против него. Во-первых, он был пацифистом. Под тем временам это чудовищно ругательное слово. Пацифист почти предатель. Это человек, который хочет мира, то есть не хочет победы в своей стране. Во-вторых, он был довольно толерантным человеком в том плане, что он регулярно проповедует, что нужно жалеть солдат, не нужно добиваться победы любой ценой, нужно поберечь людей. В целом нужно быть бережнее не только к солдатам, но и к пленным, даже немецким военнопленным, что значит симпатизирует врагу, все что угодно. Из его пацифизма проистекает подозрение в том, что он немецкий шпион, и там все одно наславится на другое, и то, что сейчас воспринималась бы какая-то такая пропаганда гуманизма и почти правозащитная деятельность, тогда к его несчастью было восприниматься совершенно иначе. в общем, при всем ужасе того, что он правда в какой-то момент стал центром коррупционной системы, назначал министров и руководил премьер-министром, при всем при этом часть его, все его проблемы случились не из-за этого, а из-за того, в чем мы сейчас не могли бы его упрекнуть. А ты отследила для себя, изучая это время, этот отрезок, где был тот переломный момент? На самом деле, я все время это применю. Я очень люблю этот вопрос. Потому что я все время его пытаюсь одеть на нынешний момент, я хочу тоже поймать точку. Я тебе про нынешний не могу рассказать. Про нынешний мне не надо. Когда я писал предыдущую книгу, вот эту, я у всех людей, с которыми я разговаривал, я у всех спрашивал, а когда был переломный момент? Вот когда у вас было ощущение, что сначала все шло в одну сторону, а потом оп, и развернулось? И все люди мне отвечали на этот вопрос. У разных людей был разный переломный момент. Было миллион версий. Кто-то говорил Майдан 2004 года, кто-то говорил дело Юкоса, кто-то говорил еще что-то, кто-то говорил Арабская весна. Миллион, ну, не миллион, десятки версий. Под сотню, мне кажется. Тут проще, здесь все умерли. Здесь я не могу ни у кого спросить, но после разговоров с теми людьми у меня возникло ощущение, что переломный момент в принципе всегда, а значит никогда. До определенной степени всегда может как-то откатиться обратно. Потому что если у тебя всегда переломный момент, в общем-то нет момента, когда все потеряно. Казалось бы, все потеряно, а нет, не все потеряно, еще, потом еще один переломный момент. И тут то же самое. Тут нет такого, что гигантское количество причин, почему все так вот в какой-то момент рассыпалось. в общем, так вот может показаться, что какая-то злая сила заставляла почему-то не использовать все эти шансы. Потому что огромное количество маленьких узелков, когда в целом все может как-то зацепиться и пойти по более благополятному сценарию. И как правило нет. Как правило всякий раз дорожка туда, где хуже. Но понятно, что нет никакой невидимой силы. Просто люди руководствуются ошибками. История состоит из ошибок. Люди все время ошибаются. Люди все время ожидают не того. Это еще больше я в этом убеждаюсь, поскольку отчасти как побочный как следствие этой книги вырос проект 1917. сайт и приложение, с помощью которого можно каждый день следить за тем, что происходит в этот день сто лет назад. Мы оцифровали дневники, письма, документы, воспоминания огромного количества, больше двух тысяч персонажей, тех людей, которые жили сто лет назад и трансформировали это в формат соцсети. то есть вы каждый день можете читать документальные материалы, что происходит, о чем думают, что происходит в головах у тех людей, которые живут ровно сто лет назад. И там просто видно, там у нас сейчас 18 октября 1917 года, и ты каждый день смотришь, и ты понимаешь, что они все время ошибаются, они все время неправы, они все время руководствуются собственными заблуждениями изо дня в день, и поэтому все, что происходит, происходит как-то очень странно, потому что они не знают, чем все закончится. Нам отсюда, с вершины горы, кажется, что все хитрым образом кто-то спланировал. Ничего не спланировано. Владимир Ильич Ленин, который якобы спланировал Октябрьскую революцию, ее спланировал только потому, что он преноидально боится в первую очередь за свою жизнь, он находится в постоянной панической атаке, что сейчас все развалится, сейчас все пойдет не так, сейчас нужно срочно-срочно быстро что-то делать, потому что его весь 17-й год нет в Петрограде. Он в последнее месяце сидит в Хельсинке. Он в ужасе от того, что он не контролирует ситуацию, он не понимает, что делают его ближайшие товарищи, он не может на них повлиять, он не знает, что происходит с электоратом, он не понимает, что делают в правительстве, он читает западные газеты, которые перепечатывают какие-то слухи из петроградских газет, он в ужасе от всего того, что он видит, ему кажется, что сейчас всех арестуют, всех расстреляют, все, конец, кошмар, поэтому он прессует каждым письмом, он пишет десятки писем каждый день, что срочно нужно немедленно восстание, при том, что его товарищи, лидеры партии, которые сидят в Петрограде, Лев Троцкий и Лев Каменев, говорят, что нет, все в порядке, только что большевики выиграли выборы в Петросовет и в Московский Совет, не нужно ничего делать, сейчас мы демократически, мы будем нормально, мы и так побеждаем, все, мы, в общем, не нужно торопиться, а у него истерика, нет, нужно, нужно, потому что он не в курсе, октябрьский переворот происходит, потому что он всех задолбал, потому что у них нет сил сопротивляться его напору, они видят, что он неправ, что он ошибается, но как бы, ну окей, они единственное, что делают Троцкий, оттягивают его до съезда Советов, когда, чтобы, ну вот, съезд Советов их легитимно уже приведет к власти, ну одновременно, ну возьмем землю. Классно, когда ты говоришь о нем в настоящем времени, это как-то очень сразу включает в ход событий. А я и пишу в настоящем времени, чтобы мы могли изнутри, да, чтобы мы изнутри смотрели. Ну вот получается, что ты вот этим приемом, который ты используешь в своей книге, утверждаешь, что люди, которые жили сто лет назад, и вот мы все здесь присутствующие, на самом деле устроены абсолютно, иначе просто они одевались чуть-чуть, иначе они даже говорят современным языком, да? Они одевались очень похоже. Так все-таки, так все-таки, это совершенно так же организованные люди, с так же устроенным умом. Только нет интернета, нет антибиотиков, и нет противовозачаточных средств. То есть можно половину выключить, да? Мы, но нас в половину. Ну, да, да. Там большая смертность, и очень медленная скорость распространения информации. Я читала не рецензию, одну рецензию, довольно хорошо известную на твою книгу, где тебя обвиняют в том, что вот это вот надевание современного костюма на человека, живущего сто лет назад, это на самом деле искусственный прием, и то, что ты даешь им как бы ключи, которые ты поворачиваешь, они тоже очень современные, это неправда. Ты мог бы ответить на это все-таки? То есть есть ли в этом какая-то натяжка или нет? Признаешь ты или нет? Признай. Ты знаешь, я, если честно, очень, меня удивляет всякий раз, когда люди, которые пишут, например, о 18 веке, начинают писать, говорить языком Тридьяковского и Херасского. Это как бы, ну, почему? Почему нельзя говорить сегодняшними, ну, не знаю, если мы говорим про математику, мы должны именно на двоичный код переходить, да нет, мы можем и современным русским языком. Тем более, что, в общем-то, если говорить про переодевание и про то, чтобы для большей наглядности, для простоты понимания того, что происходит, для того, чтобы читателю было легче и интереснее, об истории говорить современным языком, этот прием, он, помимо литературы, в других жанрах искусства используется повсеместно. в большом театре есть опера Евгения Онегина, и там герои одеты в костюмы 20 века. В общем, это никого зверски не шокирует, потому что тот же самый сюжет, но они просто по-другому одеты. Но зрителю понятнее, что это не какие-то странные норовы, все то же самое, только это ближе к нам. В театре, в кино, я не буду вспоминать Ромео Джульетту с Леонардо Ди Каприо, но в общем, это прием приближения древней истории к современности, он не является экзотическим. Это как бы норма. Это нормально во всех видах искусства. Тут даже я не даю им в руки мобильные телефоны, я не вставляю их в нынешний контекст. С ними не происходит ничего, что должно было происходить с нами, они живут ровно такую же жизнь в своем контексте. Я позволяю себе говорить о них современным языком и не заставляю читателя продираться сквозь терминологию того времени, не пишу товарищ министра внутренних дел, потому что не обязаны люди, живущие в 21 веке, знать, что товарищ министр это заместитель министра. Можно просто написать замминистра. Это то малое, что я себе позволяю. Я уже скоро прекращу сама задавать вопросы и дам вам слово. Я не могу не спросить про Матильду просто. Матильда и возлюбленные ее Николай, они присутствуют в твоем сюжете и какая роль им отдается? В конце концов, как ты вообще к этому относишься? Ты знаешь... Он же святой. Ты знаешь... Знаете ли вы про Матильду? В общем-то, книга начинается в 1901 году с момента отлучения Льва Толстого от церкви. Отношения Николая Александровича, наследника престола с Матильдой происходили до того, как он стал императором. То есть, к 1901 году они уже закончились. У нее к тому моменту уже два официальных сожителя, два великих князя, один из которых потом станет ее мужем. Она присутствует. Она один из важных персонажей в том плане... У нее есть как бы текст от нее нам дошедший. Есть возможность его почитать. Воспоминания. Они... Это специфический источник. Очень-очень... Причем очень точный. Я в какой-то момент, когда его читал, мне показалось, что я читаю интервью с Анастасией Волочковой. Вот вы же представляете, как разговаривает Анастасия Волочкова. Это такой специфический жанр. То есть, это не значит, что... Знаешь, принимать поклонскую... Это не значит, что она правда так думает, и она... И то, что она описывает, правда с ней произошло. Это просто такое ее представление о том, как правильно себя подавать. Вот Кшустинская пишет так же. Это тоже такое вот... Какие-то такие странные воспоминания. Кшустинская важна не этим. Она, в общем-то, крупный хозяйствующий субъект. очень довольно важный и для культурной экономики, и в общем для экономики. Потому что, с одной стороны, она почти чиновник от культуры. То есть, она такая микрофурцевая. Она поклонская, скорее, понимаешь, вот в той ситуации, потому что там есть очень-очень важный культурный деятель под названием Сергей Дягилев, которого Кшустинская травит. потому что она не получила ту роль, которую хотела. Он отдал ее как какой-то там юненькой, молоденькой Ане Павловой, Ане Кшустинской. Она начинает против него серьезную кампанию, которая выливается в то, что против него его обвиняют в хищении бюджетных средств и все как положено. Она, в общем, довольно влиятельный культурный деятель. А потом еще один из ее любовников начальник, командующий российской артиллерией. И он отвечает за снабжение армии, оружием. И она просто она заключает контракты. Она заключает контракты на она акционер Путиловского завода и она пробивает контракты для Путиловского завода. и в общем получает на госзаказе такие неплохие деньги. То есть она важная. Она, я говорю, подтекстовала Волочкова, а в общем, хотя, знаешь, не хочу говорить ничего про конкретно жизнь. Но не живущую болевину, она не хозяйствующий субъект. А если бы ты писала эту книжку чуть позже и вот этот весь скандал с Матильдой, извините, что я столько Матильде уделяю внимание, произошел бы, ну вот тогда, когда произошел, он, ты бы уже писал свою книжку. До сих пор ты уделил бы больше внимания этой истории, ты у нее посмотрел бы иначе. Там ее довольно мало, ее довольно мало, я не стал бы ее... Ну, а зачем? Там очень интересно все, так интересно, что не до Матильды в общем. А вот скажи мне, там так интересно, а вот здесь интереснее по включению, чем вот здесь для тебя было? Это ужасно, вот это ужасно, потому что я не проинтерес даже, тут ответственность намного больше, потому что что происходит сейчас на 100% мы еще не знаем, потому что пока люди не умерли, еще как бы ничего не вскрылось, а тут уже все вскрылось, тут уже все дневники, все письма приватные, все протоколы допросов, уже как бы все люди из гроба дали свои показания, мы в общем знаем про них почти все, почти на 100%, тут невозможно, невозможно, нельзя дать себе возможность ошибиться, тут прямо... И это, это конечно, это выше планка, и это в общем интересно очень. Ответственный гробокопатель Михаил Зыгарь, я думаю, что у вас тоже есть вопросы, я могу задавать вопросы до завтра, кто готов? Будем передавать микрофон. Здравствуйте, пара формальных вопросов и один не очень формальный. По одному. Ну хорошо, есть ли у вас какие-то симпатии к людям, к институтам политическим, социальным, про которые вы сейчас могли бы сказать, что вы эти симпатии в книге как-то отразили, то есть, что они повлияли на объективность в какой-то мере? Хочется придумать какой-то ответ отличный от слова нет. Нет, не могу, не знаю, нет. Понял, а когда у нас... Лев Николаевич Толстой вызывает у любого, мне кажется, русскоязычного человека любовь и уважение просто как бы за все предыдущие его заслуги. Как говорил притом сам Лев Николаевич, ценить, что-то я сейчас переверу цитату, но в общем, ценить меня за Анну Каренину и войну и мир, это все равно, что хвалить Эдисона за то, что он неплохо танцует. Он считал, что... Мазурку, да. Он считал, что это все так, это мелочи, вот самое важное это то, что в конце жизни, то, чем он занимается на самом деле. А антипатии? Смотрите, я по-новому заново пытался с чистого листа разобраться в каждом человеке. Меня не устраивало вот это стереотипное восприятие этих героев. Я не думал, что, не знаю, если то, что то есть все, что мы знаем о Распутине, это так чудовищно, поэтому, или там все, что мы знаем о Кшесинской. или я пытался по-новому понять каждого, я пытался понять каждого героя, что им движет, какова его мотивация. Точно так же, как и в этой книжке. И в книге, мы так говорим в этой книжке, как будто мы стесняемся, но это «Вся крыльевская рать», это моя предыдущая книжка, она про современность. Как в этой книге, в книге «Вся крыльевская рать», я пытался очень прям, это было довольно сложно, сложнее, чем с теми людьми, со столетними, понять мотивацию каждого героя. Даже если, потому что в современности понятны какие-то, тут могут быть антипатии, могут быть симпатии, кому-то не симпатичен Сечин, кому-то не симпатичен Навальный, кому-то не симпатичен Сурков или Володин, но про каждого героя обязательно нужно понять, чего он на самом деле хочет, и к чему он стремится, ради чего все он это делает, потому что нет ни одного человека, ни сейчас, ни сто лет назад, который бы считал себя злодеем или считал себя я плохой человек и буду служить злу. Азев, один из, отдайте микрофон еще кому-нибудь, это так нечестно, вы не можете задавать все вопросы, не правда. я не собираюсь, я не буду на третий вопрос отвечать, честно. Азев это такой персонаж, про которого, в общем, с которым сложно, потому что все авторы обычно заранее знают, что он чудовище, ну как бы, ну, известен его профессиональный рекорд, он ужасный человек, он всю жизнь всех обманывал, но нельзя подходить ни к какому герою, если ты считаешь, что, если ты не пытаешься понять, что было у него, ради чего он это делал. в какой-то момент, когда мне показалось, что я понимаю Азев, это я испытал какое-то ну, облегчение, может быть, да, там вот какой-то в девятой главе там наступает понимание Азев, дочитайте до нее, если дочитаете до раскрытия Азев, дальше уже как по маслу пойдет. Смотрите, Азев, ну, это психиатрическая вещь, я не могу произвести психиатрический анализ ни одного человека. Есть очень много людей, у которых, я так думаю, у которых искреннее искреннее не знаю, раздвание личности. Есть же много людей, например, много мужчин, которые изменяют своим женам, много женщин, которые изменяют своим мужьям. И некоторые из них искренне считают, что они с обоими честны. Прямо никогда в жизни не признаются себе даже. Есть такие психологические инструменты самооправдания, когда тебе кажется, что я и тут правду говорю, и тут правду говорю. Я же не подлец. Это, мне кажется, частое явление. Люди так конструируют свое мнение о себе, в том числе свое воспоминание, что они себе всегда кажутся абсолютно правыми. Даже если они делают ужасные вещи, они искренне убеждены, что нет другого выхода. Так правильно. Здравствуйте, Михаил. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, что герои вашей книги постоянно совершают ошибки. Собственно, вся история человечества это ошибки. Черчилль говорил, что история человечества представляет одно большое преступление, но ошибки ошибкам рознь. Бывают ошибки маленькие, бывают ошибки масштабные. Вот у меня к вам вопрос. Три основных или четыре роковых, на ваш взгляд ошибки, которые привели как раз к октябрю семнадцатого года. Вот на чем вы именно концентрируете внимание, анализируя поведение своих героев, анализируя ту ситуацию и как раз именно алогичность поведения, как раз именно психологию, как раз именно ошибки. Вот те самые роковые ошибки. Спасибо. Я не знаю классный вопрос. Я не знаю про три, давайте я не буду делать топ-3, я расскажу не про ошибку, а про систему последовательного упорства в ошибке. Это собственно убежденность императора и даже еще больше его жены в том, что политика, ее убежденность в том, что политика это ее семейное дело, и что любой человек, который каким-то образом критикует государственную политику, он покушается на ее сына. Потому что это все наследство, которое должен получить ее сын. Если кто-то хочет ограничить власть царя, кто-то хочет реформы, конституции, это он хочет ее сына обокрасть, потому что ее сын должен получить наследство от отца в полном объеме. и это абсолютно маниакальная такая звериная как у волчицы у нее хватка, и она не может в принципе допустить такого сценария, при котором ее ребенка обокрадут. И абсолютная подмена понятий, которые в общем встречаются, часто у людей случается подмена понятий. Часто люди путают себя и свои интересы и интересы например компании, в которой они работают. Или свои интересы и интересы стороны, которой они руководят. Такое бывает. В общем, это не то, что новинка. Такое регулярно случается. Люди склонны отождествлять себя с тем, чем они занимаются и свой карман с общим. она путает вот это. Николай Второй с детства воспитывается в этой парадигме. Его учитель Константин Петрович Победоносцев его так воспитывал, что от Бога ему дана власть, он не имеет права. Это его крест. Он не имеет права ничего с этим делать. Николай очень страдает по этому поводу, но не имея права. И упорство в этой ошибке, причем в какой-то момент это упорство приводит отчасти переломный момент, но он один из. Это даже не убийство Столыпина, а то, что происходит после убийства Столыпина, когда мне очень драматургически нравится этот момент, когда они вызывают министра финансов Коковцова, чтобы объявить ему, что он будет преемником, он будет следующим премьер-министром, император и императрица. И они объясняют ему, как он должен себя вести. И главное объяснение заключается в том, что не надо делать, как Столыпин. Петр Аркадьевич все время очень активно себя вел, все время предлагал какие-то инициативы, все время пытался заслонить с собой царя. Не надо, не надо, давайте потише, поспокойнее, вы все-таки, император на первом месте, не нужно сильно реформы, вот это все, не, аккуратнее, не надо ничего делать. И при том, что вот этот Каковцов не справляется с этим, в общем, он все равно что-то пытается, а дальше там происходит просто, знаете, до мышей. Каждый следующий чиновник, каждый следующий руководитель правительства, он просто все активнее и усерднее прилагает усилия, чтобы ничего не делать, потому что только это каким-то образом может быть вознагражденной и гарантирует какую-то стабильность в должности. И это вот тут прямо снежный ком. То, что происходит после 12-13 года, прямо ты видишь, как происходит кадровое обнищание просто высшего государственного аппарата, которое, как бы, это топ тысяча ошибок. Все, что происходит, это просто хуже, чем ошибка, это катастрофа. Но это такая системная катастрофа, которую, к сожалению, очень сейчас легко себе представить. Я знаю много людей, которые сейчас работают в органах государственной власти и прилагают много усилий, чтобы ничего не делать. Добрый вечер, Михаил, очень интересный рассказ. У меня только один вопрос. Какой именно лично вы делаете вывод после работы над этой темой? Лично вы? Знаете, у меня мне кажется огромное количество выводов. в тупик этим вопросом. Мне как-то хочется, знаете, снова спрятаться за Толстого, который сказал, что чтобы объяснить, о чем Анна Каренина, мне придется еще раз написать Анну Каренину. мне кажется, что один из важных выводов, что мне кажется, что это важно. Просто про этот период как-то у нас много разговоров про историю и нет никакой рефлексии по поводу истории. Мне кажется, что российскому обществу очень абстрактные понятия, российскому обществу важно, на мой взгляд, отрефлексировать свою историю. Потому что мне кажется, что какие-то привидения из истории, они часто влияют на то, на мотивы людей, на то, когда люди руководствуются какими-то страхами в своих поступках, они часто черпают эти страхи из истории. Я думаю, многие из вас знают людей, которые в последние годы решили уехать из страны. И вы наверняка слышали, участвовали в разговорах про то, что если введут выездные визы, и нужно успеть до того, как перестанут выпускать. Это же ужас, который подчеркнут из истории, что последний паром на Константинополь, а вдруг большевики снова перекроют границы, придется как Мережковский Египтеус прикинулись лекторами, которые на фронте читали лекции по египтологии солдатам и перешли границу с Польшей. Но это абсолютно не имеет отношения к сегодняшнему дню. Это не отрефлексированная история. В этом плане мне кажется важный для меня вывод, что с одной стороны про это нужно знать и про это надо научиться на эту тему говорить. У нас совершенно не существует языка для обсуждения для такого конструктивного обсуждения истории. Всякий раз, когда мы начинаем говорить про историю, мы сразу начинаем говорить про то, что это кощунство, про это говорить нельзя или что-то еще такое. А вот скажи, пожалуйста, ты этой книгой как-то полемизируешь с министром культуры Мединским, тоже известным самопальным историком, тоже известным, чуть менее известным, чуть менее состоявшимся, скажем так. У него тоже есть своя версия российской истории, и он активно ее в последние годы насаждает. Как ты считаешь, в чем разница между вашими подходами? Знаешь, поскольку я, в отличие от Мединского, историк ненастоящий, я не историк, а журналист, я не знаком с его творчеством совсем. Это страшно в этом презентации, я не читал ни одной книги Мединского, я не знаю, как, то есть я знаю, я несколько раз был в сквере около военно-исторического общества в потаповском переулке, вот недалеко от редакции Новой газеты есть такой сквер полководцев напротив здания военно-исторического общества, коем руководит Мединский, там стоят памятники разным полководцам, многие из них на конях, и памятник, кажется, собаке и медведю еще. И вот этот эстетический ряд я себе представляю, а книг я не читал, поэтому я не могу сравнивать свой подход с его подходом по этой причине хотя бы. У нас был вопрос вот у молодого человека. Спасибо, у меня немножко в другую сторону вопрос. Вы представляете себе, что в ближайшие, например, несколько лет вернете к преподаванию в МГИМО или в другом вузе, или это уже окончательно все пройденные этапы? Не вернусь к преподаванию. Знаете, я вряд ли вернусь к чему-то из того, что я делал раньше. Я еще не представляю, что я вернусь на телеканал «Дождь», например, и как я не представляю, что я вернусь к преподаванию, потому что, объясню почему, потому что мне кажется, чем я занимаюсь сейчас? Я придумал себе новую профессию. Я работаю изобретателем. Я изобретаю новый формат историэтеллинга. Я пытаюсь придумать, как можно рассказывать в том числе об истории так, чтобы это было интересно, понятно и очень привлекательно для той аудитории, которая не любит читать про историю. Нужно как-то это все рассказать так, чтобы люди не поняли, что это история. Чтобы поколение, которые не хотят, чтобы они это съели и так. Вот мы сделали проект 2017, мы сейчас делаем несколько студий, которые мы создали, мы сейчас делаем четыре новых проекта, они очень, все мне очень нравятся, все мне очень интересны. Это, в общем-то, какое-то в некотором роде сфера образования, только это совсем другое образование, не институциональное, не институтское, а какого-то такого, нового поколения. Инновационное. Добрый вечер. Я вот такой вопрос, наверное, назад в историю хотел задать. Не так давно здесь же ваш коллега-журналист, который пишет об истории, говорил о том, что он считает, что история не циклична, и события вроде как не повторяются. А я не скажу, неизвестно, как вы к нему относитесь, не хочу какие-то... В любом случае, он прав. История не циклична. Нет, ну это какая-то, знаете, это хиромантия, вот это магия чисел, там вот это что-то, все... Такого не бывает. Нет, это все, конечно, нет. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос про проект 1917. Перерастет ли он в какие-то более масштабные проекты, связанные с историческими процессами, или же он перестанет функционировать в этом году? Спасибо. Он... Нет, нет, нет и нет. Он не перестанет вообще в этом году, потому что он закончится 18 января следующего года, в день, когда разгонят учительное собрание. он на этом не закончится, а наоборот будет вечным. Это будет вечный... Вечный... Гид. Вечный гид по 1917 году. То есть он зациклится и будет в каждый день любого года, можно будет зайти, увидеть там этот день, и, собственно, будет всегда прокручиваться 1917 год. То есть он будет работать как постоянное... Не знаю, как постоянный виртуальный музей. И там в любой момент можно будет зайти в любой день... В любой день 1917 года и целиком прочитать проинтересующий вас день, или можно будет пройти в любого героя. То есть любую информацию про то, что... Про все, что случилось в 1917 году, всегда можно будет легко найти. Это будет такой образовательный механизм, в общем, или там справочный образовательный. После этого будет другой большой проект, который называется «Карта истории», который будет логическим продолжением 1917 года. Там будет совсем другая механика. Это не будет соцсеть. Это будет большой проект по истории России 20 века, начиная с 1917 года. Он весь следующий год будет разворачиваться. Его премьера, собственно, он появится 19 января. Следующего года. Спасибо большое, Михаил, и за ответ на вопросы, и за книгу, вообще за все творчество. Вопрос у меня такой. Обычно, когда говорят о раннем, так скажем, большевистско-советском периоде, вычленяют саму революцию и дальше уже такие реакционно-сталинские времена, то есть переход к эзалитаризму. Но, насколько я понимаю, есть две диаметрально противоположные точки зрения на связь между этими периодами. То есть одни считают, что сам Октябрьский переворот косвенно породил Сталина, то есть через авторитаризм и так далее. Другие говорят, что Сталин, напротив, обратил революцию вспять. То есть то, что Сталин был своего рода антитезисом Ленина. Вот на ваш взгляд, какой из этих подходов более правильный, ну как человек, который очень много уже исследовал по 2017 году, или может быть никакой, а у вас какая-то своя точка зрения? Я никогда про такое предупреждение не слышал. Мне кажется, оно какое-то очень искусственное. Там все немножко сложнее, и период гражданской войны, а потом большой террор, это две-два очень ярких пика всплеска такого мощного, всплеска насилия. Первый, он не связан со Сталином, а второй связан. Я бы не стал дальше как-то это развивать. Является ли то, что мы называем 1937 годом, последствием 17-го, 19-го, 21-го, все является последствием всего. Является ли это единственным, было ли это единственным возможным предложением? Да нет. Миллиард разных других, не знаю, бабочка бы немножко по-другому махнула крылом, было бы все иначе. В том, что принято называть завещанием Ленина, что очевидно Ленин не считал своим завещанием, а просто очень боялся смерти, поэтому писал письма про то, что вам всем хана, как только я умру, вообще вы без меня все тоже сдохнете. И он же, он там пишет, что ужасный человек Троцкий, ужасный человек Сталин. Есть хороший, любимец партии Бухарин, ну и он тоже ужасный человек. Поэтому там как бы, если бы как-то иначе пошло бы обсуждение этого завещания, этого завещания, то могло бы быть как-то по-другому. В общем, могло бы быть и точно так же. Поэтому я бы не стал проводить каких-то таких четких линий, потому что тем более нам легко очень судить, потому что мы с высоты своих прожитых лет можем считать, что все это естественно логическая, логичная линия. Все вот так вот развивалось, потому что так кто-то все придумал. Никто ничего не придумал. Все всегда ориентируются по ходу, все импровизируют. Любой заранее придуманный план сломан через три минуты, потому что обстоятельства поменялись, и его приходится все время корректировать. А я вот еще один вопрос. Последний вопрос. Меня одна вещь интересует. Сегодняшний информационный повод. Сегодня Ксения Сообщак заявила, что она будет баллотироваться к президенту Российской Федерации. И рассказала уже о встрече с Путиным. Мы нашли уже, даже ты сам прочитал, цитата, нашел уже несколько, проговорил несколько очевидных параллелей. Вот Дягилев, Серебренников, Волочкова, Шептинская. Хорошо, а Ксения Анатольевна кто? Нет, не встречался мне. Где-то здесь был вопрос. У кого-то. Я здесь. Спасибо. Спасибо большое за книгу. Она уже почти дочитана. Такой идеальный объект для запойного чтения. Спасибо. Мне очень понравился этот ваш волшебный инструмент сторителлинга. Я немножко недолюбливаю традиционные исторические книги, потому что они очень цепко держатся за хронологию и подталкивают читателя к тому, что вот это и есть причина, следственная связь. После было потому что. А вы за счет того, что такие между героями выстроили гипертекстовые связи, оно как-то по-другому немножко выглядит. И, в общем, не подталкиваете к выводам. Так уж очевидно, как критики говорят. Ну и, в общем, я из ответов на предыдущие вопросы понял, что вы этой волшебной палочкой дальше по 20 веку хотите пройтись. А у меня вопрос следующий, что не было интереса пойти как раз в обратную сторону, потому что период между отменой крепостного права и описываемыми событиями, он же очень в динамике. Россия изменилась очень сильно. И интересный период такой, может быть, не менее важный. Знаете, в целом хочется разорваться. Вы правы. Да. И я не зря сказал, что четыре одновременно проекта, которыми одновременно мы занимаемся. Один связан с 89-м, 91-м, один связан с 60-ми, один связан со всем. У всем очень хочется заниматься. Но вот пока, как приоритет, мы выбрали 20-й век, по крайней мере, на следующий год. Что будет дальше, я не буду загадывать. Но вы правы. То, что происходит после 61-го года, для нашей страны это фантастический прецедент того, как страна может удивительным образом преобразиться в очень короткий срок. и какие потрясающие результаты могут дать очень сильно критикуемые реформы, как бы очень недостаточные реформы. И к чему это приводит? Я очень люблю цитировать этот фрагмент. Он, мне кажется, очень... Он просто меня очень... Он очень живой. Там интересная история про молодую журналистку, которая однажды почти случайно идет на несанкционированную акцию протеста. Ее отговаривают. Говорят, у тебя двое детей. Ты куда идешь? Ты подумала бы о двоих... О деточках своих. Зачем? Вдруг тебя задержат? Что будет? Она говорит, нет. Я просто посмотрю. Просто. Ничего не... Ее зовут Арина Тыркова. Она идет и ее задерживают. Это самая первая акция протеста. 1901 год. Март. На площади у Казанского собора. Первая крупная такая настоящая акция протеста в истории России. Наверное, когда разные... Не студенческое волнение, а разные люди из разных сословий, разных слоев населения идут с политическими какими-то лозунгами. И вот ее задерживают в участок. У нее очень интересные размышления. В этот момент она... И не то, чтобы ее как-то специально выцепили из толпы. Просто окружили участок площади. И вот все, кто оказался внутри оцепления, всех в участок. А все, кто вот по ту сторону, они так смотрят на них с сочувствием. И она, наоборот, вот изнутри оцепления смотрит наружу. И, как говорит, вот, они везучие. Я сейчас пойду домой, чай будут пить горячий с пирогами. А я вот сейчас... У меня ноги промокли. Так домой к детям хочется. Придется вот... Одно только, конечно, утешает, что Россия цивилизованная страна. Что у нас в полиции, в тюрьмах не пытают больше, как в начале 19 века. У нас, слава богу, все в порядке. Правовое государство уважает права человека. И вот нет вот этого, как раньше. Это 1901 год. Очень, в общем, действительно, последствия реформ Александра Второго, они впечатляющие. Это, конечно, было бы интересно с сегодняшней колокольни на них посмотреть. Добрый вечер, Михаил. Вы знаете, я сегодня только успела прочитать вступительное слово к вашей книге. У меня уже возникло миллион вопросов. Но сегодня я хотела бы вам задать вопрос скорее личный, потому что для меня он сейчас в моей жизни очень важен, который скорее перекликается с вашей первой книгой, с ее тематикой. Такая предыстория. Я родилась в России, всю жизнь здесь живу, и страну свою любила, и очень люблю. Но как всю свою сознательную взрослую жизнь я с таким сожалением и в последнее время уже даже с ужасом смотрю на все то, что с ней происходит. Нету дня, чтобы я там не открыла новости, не увидела там что-то вокруг себя, чтобы меня там расстроило. Там еще, может быть, пять лет назад, там шесть лет назад, когда была. Извините. Вопрос, правда. Мы с вами тут не наедине. Да, извините. Мне, если честно, с этим очень тяжело морально жить. Вот у вас, как у писателя и у публичного человека есть возможность влиять на умы, на мнение людей. У меня такой возможности нет. Я как бы обычный, по сути, гражданин там в своей стране. Я не собираюсь там выходить на баррикады и прочее. Я хочу просто в своей стране жить нормально, платить налоги там и радоваться. Но при этом, я говорю, мне здесь жить очень морально тяжело. Считаете ли вы, что я, ну, либо там как бы, by extension, там, средний класс, в своей обычной жизни может делать то, что как-то поможет России, что как-то повлияет на ее судьбу? Вы знаете, вы знаете, я сейчас, вот, у меня есть для вас другая цитата, но не из Толстого, как ни странно. Я забыл контекст, сейчас я вспомню. Приходит в гости к Андрею Ильичу Сахару и Елене Бонар, жена. Тогда они здравствуют, живут в Советском Союзе. В Советском Союзе живут Солженицын и его молодая жена Наталья Дмитриевна. И как-то раз они к Солженицыну не приходят, Анаталья Дмитриевна приходит в гости к Сахарову и Бонар, и у них повторяется их постоянный идеологический спор. Они все время спорили на тему, что Солженицыны критиковали Сахарова за то, что он как-то разменивается на... Слишком много уделяет внимания конкретным узким диссидентским проблемам, конкретных диссидентов. То есть много ходит на суды, там этого сажают, этого сажают, тут пикет. И он как-то вот по мелочи работает, пытается помочь этому человеку, этому, этому, этому и вот этому. И Солженицына говорит, что не нужно по мелочи, нужно думать про весь русский народ. Нужно же придумывать, как помочь крестьянству, вот народу нужно помогать всему целиком, нужно как-то вот думать глобально. А Сахаров, наоборот, говорит, что нужно этим помогать, вот этому тут. И они как-то начинают... История очень подробно описана в воспоминании Сахарова. И он дальше... И дальше это выливается в спор между... По версии Сахарова. Я не знаю, как сейчас вспоминает этот разговор, вспоминает ли единственный живой свидетель этого разговора, участник этого разговора. Это элементно. Но Сахаров описывает своих воспоминаний так, что Елена... В какой-то момент Бонар и Солженицына ругаются, и это заканчивается их разговор фразой Елены Бонар «Да мне насрать на русский народ! Ты сама-то, небось, утром своим детям кашу варишь, а не всему русскому народу!» Имея в виду, что нужно начинать с малого, и если вы не позаботитесь о своих... Сначала наденьте маску на ребенка, а потом на себя, а потом на ребенка. Если вы не позаботитесь о себе и о тех людях, о ком вы можете позаботиться, вы весь русский народ или всю родину вряд ли сможете объять. Я вот единственное, вам лично могу посоветовать последовать совету Елены Бонар, например. Хотя не знаю, может быть, есть другой подход к той же самым проблеме. Подход Натальи Миттиной, она бы вам что-нибудь другое посоветовала, я уверен. На самом деле у нас формально время закончилось. Вы точно готовы продолжать? Чуть вопросов много. Мне хочется, чтобы Анна как-то подключилась. Я просто думаю, что нам потом же нужно будет подписывать... Если Михаил не устал, если зрители не устали, мы можем еще пару вопросов. Давайте мы делаем три вопроса, вот так вот, как бы, блиц. Соберем три вопроса, я блицом на них отвечу и начнем подписывать книгу. А то сейчас люди, мне кажется, начнут уставать и уходить. У кого-то, наверное, дела. Поэтому давайте по одному вопросу от трех человек, и я скопом отвечаю. Спасибо вам за ваш проделанный труд. Эта книга уже будет третья, которую я читаю ваши книги. И я хотела спросить про вашу предыдущую, про Креблевскую рать. Здесь в новой книге все герои уже умерли, а в предыдущей все еще живы. Были ли представители... Не все, да. Не важно. В общем, те люди, которые еще живы, и имеют ли герои Кремлевской рати к вам какие-либо претензии? Проявлялись ли они как-нибудь? Я не знаю. У вас там есть очень такие персонажи, которые любят угрожать и прочее. Мне никто не угрожал. Я слышал про то, что какие-то... Я слышал про некоторых людей, которые были недовольны, но мне никто из них никогда ничего не говорил из них. Лично. Нет, никто. Я разговаривал с некоторыми людьми, которые были довольны, и многие люди, с которыми я... Были люди, с которыми я не разговаривал, хотел, но не разговаривал, а они мне там потом прислали какие-то сообщения очень, очень даже, я бы сказал, удивленно одобрительные. Сообщения такого характера. Надо же! Откуда вы это узнали? Ведь действительно все так и было. И таких сообщений было прям вот ощутимое какое-то количество. Я всегда рассказываю очень интересный эпизод, мне он понравился. На открытии Ельцин-центра в 2015 году, в декабре, в Екатеринбурге. Большое мероприятие. Я тогда еще... Я туда приглашен был на права главного редактора телеканала. И там самая разношерстная компания. И журналисты, и члены партии правительства, и Путин, Медведев, Наина Осифовна, все вот, кто... Огромное количество людей. И при этом очень странно все в перемешку. И гости которых... В общем, и гости из 90-х, и гости из сегодняшнего дня. И в какой-то момент передо мной оказывается Андрей Костин, руководитель банка ВТБ, который, в общем, не то чтобы какой-то герой книги. Он там проходит как-то, ну, не центральный персонаж. И он, увидев меня, говорит, о, прочитал книжку, очень хорошая. Все очень здорово. Прям поздравляю. Купил даже еще одну. На Новый год подарю Сечину. И тут оказывается, я вижу, что Сечин стоит рядом с ним, и он так похлопывает. Правда, говорит, Сечин еще мне не подтвердил. Вот правда все было так, как там в четвертой главе. И тут я сейчас думаю, сейчас, если я не очень хочу начинать этот разговор с Сечином, было правда так или нет. Сечин отвлекся и ничего не ответил Костину. При мне, по крайней мере, правда это все или нет. Но у Сечина эта книжка тоже есть. Ему Костин подарил на Новый год. Не знаю. Вот от него никаких не получал. Хотя в общем, зная, это очень хорошо. зная то, что никакой повестки в суд не получал. Видимо, все норм. Еще два вопроса на нашего лица. Я же собирался с копом отвечения. Девушка, у вас уже был вопрос. Если кто-то еще хочет, кто не задавал вопрос, тяните руку в этот мужчину. Спасибо большое за проект 1917. Кто его не пользуется, считает, 2017 проживает зря. Скачайте, какие предложения, кстати, извините, что я вас перебил. Предложение 1917, это вот сейчас просто приближаются как раз те дни, когда очень интересно каждый день все это читать. Если вдруг нужны люди поработать над такими проектами, пользуясь случаем, и не могу не спросить, в любом случае, когда читаешь в таком количестве воспоминания дневники, там все равно, даже если люди обманывают, они очень много говорят личного. Какие личные симпатии появились к тем людям, которые упомянуты есть, есть ли они, и можно ли в этом случае говорить о симпатии автора к своим героям. Спасибо. У тебя причем, да? Давайте еще третий вопрос сразу. у девушки. Тоже возвращаясь к проекту 1917, оправдал ли он формат соцсети, что были ли какие-то отклики реальных людей сейчас существующих на те комментарии, на те истории из дневников, и как это все происходило, было ли что-то интересное, что сейчас люди говорили вот тем людям в 1917? Про это я могу говорить бесконечно. коротко отвечу про симпатии. Смотрите, мне проще сказать, наверное, не знаю, почему про антипатии, потому что, в принципе, источников очень много, они очень хорошие, и очень много текстов, которые ты читаешь, и прямо вот тебе кажется, что перед тобой живой человек иногда очень интересный. поэтому, когда, если вдруг приходится читать вот что-то, что прямо надо продираться с ужасом, это всегда тяжело. Я один из немногих, наверное, людей, живущих в 2017 году, который в 2017 году прочитал почти полное собрание сочинений Ленина. Это, прям, знаете, я не знаю, как жили люди, когда им прям, вот, в течение долгих десятилетий, когда им прям надо было. Это чудовищно просто. Прямо ужас. При том, что, как бы, да, если ты, там вот, я говорю даже не про его основные работы, а про его публицистику, его статьи, которые он в диких количествах пишет, это, в принципе, довольно очень интересно. Это интересно с психиатрической, наверное, с точки зрения, потому что, потому что он невероятно агрессивный человек. Такой уровень агрессии и ненависти ко всему, что происходит вокруг, это просто температура повышается, вот, прям, за три часа чтения, и ты чувствуешь, что он все, как бы, а-а-а. И, ну, вот, у меня случился очень, то есть, я несколько недель подряд, наверное, у меня случился период, когда я понял, что тут мне очень-очень важно много Ленина, и я понял, что у меня в предыдущих главах пробелы, я пытался как-то наверстать, и так обрек себя на несколько недель чтения Ленина. Жуть, жуть, жуть. Я не буду сравнивать, у меня в той книге, в предыдущей книге было однажды похожее ощущение, когда я знакомился с литературным творчеством, с инстаграмом одного известного кавказского политика, вот. Ну, вы уже, да, называли уже. Да. про проект 917. Смотрите, я был удивлен очень, когда проект начал работать совсем неожиданно и совсем не так, как мы рассчитывали, потому что мы не могли себе представить, что аудитория ВКонтакте начнет общаться с героями. Потому что у нас очень много платформ, есть сайт, есть приложение, а есть у каждого героя свои верифицированные аккаунты ВКонтакте, люди подписываются и могут просто следить за Марино Цветаевой, как за певицей Нюши, или за Маяковским, как за рэпером Гдойном. И очень много таких людей, они не просто подписываются, они начинают писать личные сообщения. И поначалу мы не знали, что с этим делать. Мы не планировали изначально, конечно, отвечать, потому что проект документальный. Сделать чат-бот, который бы отвечал настоящими цитатами из этих людей, это прям очень сложно. Людей, которые могли бы в ручном режиме подбирать цитаты, тоже сойдем с ума. Придумывать мы не можем. Мы просто читали. В какой-то момент я понял, что происходит. Люди пытаются предупредить героев о том, что с ними случится в будущем. Когда Распутина завалили с предупреждениями, чтобы он не ходил в гости к Юсупову, я был... Но потом я понял, что это... Да, да, да. Потом я понял, что это супер, потому что это восхитительно, потому что в каком состоянии, чем ты руководствуешься, если ты... Это люди, которые не знали, чем закончится история, и погуглили, и прочитали что-то. Я понял, что мы проектом подтолкнули людей к тому, чтобы они начали больше, как бы, они начали интерес... Им стало интересно вообще, что это такое, а что с ними было дальше. Они почитали, узнали, и как бы, и... и запустили механизм. Понятно, понятно, что там... То есть сейчас всех предупреждают обо всем. Николая Второго все время предупреждали, сейчас, в общем, Керен... Уже поздно. Керенского как-то предостерегают. В общем, эта жизнь идет, это очень хорошо. Я склонен... То есть я не считаю, что это признак чего-то плохого, что люди... То есть они, конечно, это отчасти стеб. Это люди понимают, что они не ждут ответа. Они как бы... Это такая для них игра, которая, в общем, позволяет им ориентироваться в исторических реалиях. Я очень рад такому эффекту. Я много разговаривал с разными учеными. Меня очень поразил профессор Зорин, который профессор Анхикс и Оксфордского университета. Один из главных светил современных, который говорил мне, что для историков это очень полезный инструмент, ровно потому что он дает возможность человеку, который всегда смотрит на источники из сегодняшней точки, все-таки посмотреть на это изнутри и изнутри почувствовать атмосферу. И это механизм, который может применять не только холодный пользователь, который совершенно не знаком с предметом, но и наоборот это очень полезно для человека, который очень много знает, который все это уже изучил, для него это понятно, но посмотреть все в контексте, в какой момент это все совпадает, это тоже очень полезный механизм. Поэтому мне кажется, что есть очень много каких-то эффектов, которых мы не ожидали, которые заработали несколько миллионов у нас фолловеров совокупно в ВКонтакте, посещаемость как трафик, как у новостного ресурса просто, хотя в общем это новости, это не новости, это соцсеть, в которой только мертвые люди. Поэтому я в общем удивлен и приятно удивлен тем, какой своей жизнью абсолютно отдельной от нас живет этот проект. он многих сотрудников в хорошем смысле слова поработил, потому что герои заводятся уже почти сами по себе. Потому что в какой-то момент совсем у нас закончились деньги в графе затраты на контент и много раз мы сами себе клялись, что новых героев больше не заводим. Все, у нас и так планировали 300, а их больше 2000. Заводятся все равно новые герои, все время подгружаются какие-то новые дневники, много каких-то внучка великого князя Георгия Михайловича из Америки присылает вот еще письма, еще какие-то родственники еще кого-то, еще исследователи из провинции нашли. То есть это все время приходит и невозможно этому сопротивляться, потому что если надо, надо, надо как-то. Поэтому я думаю, что даже в тот момент, когда проект перестал появляться новые дни и он закольцуется, зациклится, я думаю, что мы все равно будем народу населения пополнять. Количество участников этой соцсети по-прежнему будет расти. Я надеюсь, спасибо Анне Викторовне за то, что показало мне время. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо Ане, спасибо издательству Alvinu Publishers, спасибо руководству магазина.